Всем доброго времени суток! Итак, из-за того, что мой керхер не совсем хорошо все тянет, мне пришлось взять пылесос помощнее и поместительней. Этот пылесос уже мелькал на моих предыдущих видео, и по многочисленным просьбам я сделаю небольшой обзор. Итак, в наборе идут вот такие вот колеса. Есть мешок для сбора пыли. Маленькие колеса на подшипниках. Вот такая вот насадка для пылесоса. У нее есть два режима. Также имеется маленькая насадка. Высота данного пылесоса 62 см. Ширина 36 см. Глубина 46 см. Это достаточно большой пылесос. Как вы уже поняли, здесь четыре колеса. Два больших и два маленьких. Пылесос. Пылесос можно использовать с мешком, также и без мешка. В данном случае я буду его использовать без мешка. Сейчас мы их смонтируем. Откручиваем. Вот такой вот у нас большой фильтр. А вот эта вот система создает вибрацию для чистки фильтра. Здесь она автоматическая и производится во время работы через каждых 25 секунд. Вот так вот он выглядит полностью. Легко чистить и можно мыть. Прикручиваем его назад и собираем пылесос. Объем накопительного бака 30 литров. Мощностью 1600 ватт. Максимальное разрешение 19 килопаскаль. Если перевести, то это будет 190 мини бар. Расход воздуха 2,1 куба в минуту. В комплекте такая вот телескопическая ручка из нержавеющей стали. Длина шланга 2 метра 80 сантиметров. И длина кабеля 4 метра. Тип уборки сухая и влажная. Ну что попробуем. Как он у нас в работе. Берет даже камни. Ну а с помощью специальной насадки все убирает идеально. Попробуем насыпать побольше крупной фракции. Да, идеально справляется со своей задачей. Проверим фильтр. Кстати, данный пылесос весит всего 13 килограмм. И у него имеется дополнительная розетка. Для работ других инструментов в паре. Но данные инструменты не должны превышать 2000 киловатт. Я не стал собирать пыль мешками, как это делается в других роликах. И для наглядности, думаю, этого будет достаточно. Снимаем фильтр. При снятии фильтра немного просыпал пыль. А так все герметично и чисто. Фильтр также внутри чистый. Ну что я могу сказать. Данный пылесос мне очень сильно понравился. И если кому интересен этот инструмент, я на всякий случай оставлю ссылку. Ссылка в описании видео. Друзья, впереди много работ, где я его буду тщательно тестировать. И кому интересно, подписываемся на мой канал. А чтоб не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. В следующем видео мы рассмотрим сухой рез электрического плиткореза с помощью нашего пылесоса. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok